Здравствуйте! Мы на канале Умноход. Меня зовут Ирина Витальевна Стефановская. Я фитотерапевт. Мы продолжаем с вами разговоры о народной медицине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Те люди, которые не ездили в больницы, а лечились дома, очень часто ставили пиявки. Если вы принимаете кроверазжижающие препараты, пиявки ставить нельзя, чтобы не вызвать никаких кровотечений. Если вы не принимаете, и вы хотите, чтобы не было тромбообразований, тогда пиявки можно ставить под лопатки, можно ставить на область вилочковой железы одну пиявочку, поднимать иммунитет на самом деле, на проблемные места, которые вас беспокоят. Кого-то беспокоят забедренные суставы, значит, вот можно поставить на область забедренного сустава. И не пытайтесь ставить много. Поставьте одну пиявку, поверьте мне, будет работать. И я вам рассказывала случай, когда звонил наш знакомый из Франции, он говорит, Ира, а что же делать? Я говорю, ну, если достанете, поставьте, попросите, чтобы кто-то поставил вам хотя бы три пиявки, ну, не сразу, а по одной пиявке раз в неделю под лопатки. Вот он поставил вначале одну пиявочку, попросил там кого-то, и я его спрашиваю, ну, как? Как прошла процедура? Он говорит, процедура так хорошо прошла. Я говорю, ну, наверное, очень много темной такой крови вышло. Он говорит, да, вот шла там, я даже белье запачкал. Поэтому, смотрите, если вы первый раз ставите пиявки, и вы не принимаете вот эти кроворазжижающие, у вас и должно выйти, вот темные сгустки пойдут, это хорошо. То есть в этом месте начнет улучшаться кровообращение. Никого не там, никакие сосуды не перекусят, все нормально, это уходит, вот скопившаяся капиллярная кровь. Поэтому не боимся и ставим. Вот. Но все равно, ну, не ставьте, если у вас какие-то аллергические есть реакции, всегда нужно ставить пиявку на отдаленный участок. Вот если, допустим, болит под лопаткой, а вы поставьте ее пониже, там, в область поясницы. Не надо прямо вот туда. А уже посмотрите, какая реакция, и следующий сеанс можно уже повыше поставить. Вот. Вот сегодня одну пиявку под лопаточку, вторую пиявку через недельку на следующую. А у него, по-моему, четыре пиявки даже, не три было. И вот две он поставил на шею. И он говорит, ты знаешь, вот до этого мне было очень тяжело ложиться на пол, вот чтобы он велосипедным спортом еще занимался. Ездил там по Франции на велосипеде. И говорит, я приезжал домой, я ложился, чтобы расслабиться. Мне было не расслабиться никак, у меня вот все тело как спазмировано было. И вот только после первой пиявки, он говорит, я почувствовал, как мне стало легко. Не в области шеи стало легко, не в ногах. Вот представляете, одна пиявка, одна пиявка. Поэтому не гонимся за количеством. Это только мошенники ставят по 20, по 30 пиявок и дерут с вас деньги. А просите поставить одну, две пиявочки. Потому что герудин в организме сохраняется до месяца. Даже если вы раз в месяц будете ставить по одной пиявке, и то будет результат. Молодая, красивая женщина обратилась, что пальчик очень заболел на ноге. Ну, тоже посоветовали пиявочку поставить. Пиявочку поставили, все хорошо. Но испугалась, что много крови идет. Вы понимаете, вот когда пиявки ставим на ноги, а как мы их ставим? Вот если вы сами одна в домашних условиях или один. Ну, я рассказывала. Берем тазик, наливаем туда теплой водички, опускаем одну пиявочку, опускаем ногу, которая беспокоит вас. И она сама найдет то место между пальцами. Как правило, большой и второй палец. И вот она там садится и быстро-быстро начинает напиваться. Ножку надо вытащить из тазика. При этом нужно заранее подготовить пеленочку. Ногу ставим на пяточку и ждем, пока она быстро-быстро-быстро не напьется и не отвалится. Она напивается обычно вот такая жирная. Начинает вытекать застойная кровь. Ее должно идти столько, не надо ее останавливать. Вот сколько вытекает, столько и вытекает. Но если вы делаете на ночь, значит ватный тампончик ставим. Потом можно женскую прокладку, толстую вот такую, которую женщины используют в критические дни. Можно надеть носочек какой-то и аккуратненько, не стягивая ногу, обмотать скотчем столярным и лечь спать. На утро, как правило, не только в этом месте легче, а вообще всей ноге легче. Вот прям всей ноге становится легче и все это постепенно уходит. Это точно не будет тромбов, которые очень опасны, особенно вот в этом году мы в этом убедились. И сосуды наши становятся эластичнее, лучше не скапливаются. И холестерин там, бляшки не появляются и так далее. То есть это замечательная процедура. Но нужно делать аккуратно, без фанатизма. И тогда все получается очень и очень хорошо. Вот. Использовать можно, вот допустим, если вы на даче или где-то, ну, потекает кровь. И если был какой-то еще воспалительный процесс, можно срезать наш подорожник, промыть его как следует. И это место тоже можно обмотать чистым подорожником на ночь. Шикарно работает, на себе проверяла. Все просто замечательно. А при каких заболеваниях можно ставить? При каких нельзя? Ну, нельзя при гемофилии. Когда, вы знаете, да, вот при этих заболеваниях. Если вы сидите на диетах на каких-то, и вы питаетесь очень плохо, или если у вас есть анемия, ни в коем случае ставить вам нельзя. Поешьте. Для того, чтобы ставить пиявки, надо быть все-таки накормленным. Поэтому питание должно быть нормально и так далее. При каких заболеваниях можно? При любых. Но нужно все делать правильно. И при сахарном диабете ставят пиявки, при подагре ставят, при ревматизме, при любых гинекологических заболеваниях, при... Ну, при чем только не ставят. При очень многих показаниях. Поэтому, конечно, лучше сходить, проконсультироваться, куда получить консультацию и правильно все это делать. А меня еще спрашивают, а можно ли при гриппе, можно ли при инфекционных заболеваниях. Видимо, в острый период ставить нельзя, когда высокая температура. Нельзя ставить. Нет. Нужно, чтобы температура... Там и так у вас идет борьба иммунитета с воспалением. И вы еще поставите туда пиявку, это будет неправильно. То есть вот как наш французский друг, он не болел, он просто поставил для профилактики, он уже сделал большое-большое дело. А почему ставят, особенно вот часто и помогает именно под лопатки, когда мы ставим. Помните, у нас, кто не видел, есть на нашем канале, смотрите видео, про легочного сосальщика. Есть у нас видео про миграцию личинок, вызванных таксокарами. Это самые опасные мигрирующие формы, которые повреждают альвеолы, бронхиолы и сами легкие. И в этих местах идет скопление, и даже тромбоз там может идти. Поэтому ставить на легкие сзади очень и очень хорошо. Вот. Не ставьте только, когда высокая температура. Лучше переждать. А потом уже вы спокойно себе... Вообще, в самые такие острые периоды... Вот в острые периоды мы ставили когда, я советовала. Когда человек сильно вывихнул ногу или сломал даже ногу, и ему надо добраться, извините, до травмпункта. И когда вот у вас вот такая гора уже, вот отек идет, прям невозможно, уже никуда не лезет в обувь никакую, вот тогда можно точно поставить пиявку, чтобы не было тромбообразования. Это очень опасно, когда вот перелом, вывих ноги, руки, да, тогда пиявочку обязательно надо поставить, и тогда доберетесь вам гипс, то есть опять десятое. И когда снимете гипс, то же самое можно поставить пиявки. Они тоже только улучшат циркуляцию крови, и не будет тромбов, которые могут поразить и мозг, и сердце, и так далее. Вот такие несложные вещи надо учитывать, и тогда все будет у нас хорошо. Пиявки ставят по состоянию здоровья, по разным состояниям. Здесь нет, понимаете, что такое врачевание, что такое целительство. Это искусство своего рода. И тот, кто вами занимается, он должен обладать большой интуицией. А надо ли ставить, сколько надо. Нет никаких определенных правил. Иногда одна пиявка, вот я вам тоже рассказывала у нас там на канале, когда одна пиявка помогла человеку на два года. Он забыл, что такое боль в спине. Поставили ему пиявочку одну на область поясницы. И вот он приезжал год назад, он говорит, Ирина Витальевна, тоже одну пиявку, пожалуйста. А так ничего не беспокоит. Вот понимаете, нет, нет, нет никаких рекомендаций, сколько кому чего нужно ставить. Да, при лишнем весе, допустим, там побольше нужно ставить. Когда работа щитовидной железы уже нарушена, ну, эндокринная система плохо работает, там можно ставить. Вот, а вообще все по самочувствию и по состоянию здоровья. Если у вас кружится голова после постановок пиявок, значит, мы нормально едим и ставим пиявки не чаще одного раза в месяц. Я когда себя, я же все это прошла на себе, и поэтому я вам так спокойно рассказываю вообще, потому что я знаю, что это такое. Я первые пиявки ставила себе, первый раз мне поставила одна такая вот любительница, которая, ну, себя посчитала просто, вот она имеет право лечить людей, и поставила на самые такие проблемные точки 10 пиявок мне в первый сеанс. Это было ужас. Ну, мне стало, конечно, легче на утро, но что было ночью, это ужас. Ни в коем случае не начинать с такого количества. Никогда. То есть мы ставим одну пиявку, наблюдаем за человеком, и только после этого мы можем что-то дальше, где-то потихоньку увеличивать количество. Сколько курсов? Да сколько нужно. Вот я начинала потом с одной пиявки, я одну пиявку один раз в месяц ставила. Когда я ставила на верхушке легких, я вам рассказывала, что в детстве я очень болела, у меня коклюш был, и вообще предрасположенность к этим легочным заболеваниям. Поэтому у меня вот здесь выходило очень много крови, поэтому по одной пиявке ставила в день. Одну пиявочку сюда, через неделю одну пиявочку сюда. Ну и так далее. Если мы смотрим позвоночник, если вы встали, как я вас учила, раздели, сделали вам фотографию, вы увидели свою спину, вы пришли просто в ужас. Где окончается ваш позвоночник? У многих только внизу вот так виден и чуть-чуть наверху. А всё остальное вот такое оплывшее, затёкшее, вся спина вот в таких буграх. Поэтому в данном случае можно ставить раз в неделю по 3-4 штуки, начиная с низа и вот идти постепенно-постепенно наверх. Потом воротниковая зона, потом только переходим на живот, на печень и так далее. И тоже рассказывала случай, когда врач сама вот решила, а какие-то целители пиявки ставят, я что врач, да, поставлю. Поставила 3 пиявки на печень и человек через 3 дня просто умер. Она умерла, у неё начался воспалительный процесс, видимо была какая-то инфекция, которая не совместилась с герудином или вызвала бурную какую-то реакцию и человек через 3 дня. Ну смотрите, сейчас в наше время, конечно, есть очень много центров медицинских, которые реально занимаются постановкой пиявок. Но вы всегда спрашиваете лицензию, если там настоящие врачи, потому что всё равно врач должен быть, который должен всё это учесть. Или это клиника, которая занимается пиявками. Обязательно надо всё учитывать. Это первое. Второе. Конечно, есть очень много у нас целителей. У нас есть организация, которая возглавляет целителей. Вот, можете туда позвонить. Вам всегда порекомендуют, в каком регионе есть люди, занимающиеся пиявками и траволечением, которые прошли у нас все там экзамены. Мы тоже всё это проходим. Всегда за нами наблюдают, кто как работает. И люди, которым разрешено, им выдают специальные сертификаты. И вот если это всё есть, то, пожалуйста, вы можете к этим людям обращаться. Они вам помогут тоже. Самостоятельно самим начинать я не рекомендую. Ну, вот у Игоря во Франции не было другого выхода. Вот ему пришлось просить какого-то человека, который помог просто. Ну, ему и на спину никак самому не поставить. Вот. И тогда, пожалуйста, можно ставить. Но самое-то главное, что следить, не принесёт ли это вам ухудшение. А это что имеется в виду? Сдать кровь. Обычный анализ крови из пальца. И потом вот вы пролечились, посмотреть, что как, что хуже, что лучше. Вот. Но, как правило, всегда лучше. Пиявки продаются на специальных биофабриках. Самое лучшее, я считаю, это Серпухов. Где работают самые лучшие биологи России. Ну, это моё личное мнение, потому что я этих людей знаю очень-очень много лет. У них чистые пиявки. Они за ними очень следят. Они используют специальные препараты для того, чтобы не болели их пиявочки. То есть там идёт полная, вот просто научная работа. Пиявки всегда хорошие, живые. Подвижные. Ну, просто супер. Это в Серпухове находится биофабрика. Я знаю, есть ещё где-то. Но мне больше нравится Серпухов. Это первое. И второе. Можно идти в аптеках. Можно заказать. Вам могут даже домой привезти. Сейчас это не проблема. Поэтому, если есть такое желание, вам всегда найдёте их. Можно ли пользоваться из пруда? Нет, нельзя. Нельзя. Только чистые пиявки, которые у вас... Ну, которые специально выращивают для лечения людей. Почему в прудах нельзя? Бывают пиявки ядовитые. Вот детства мы всё боялись. И они даже немножко какие-то другие. Если не дай бог пиявка там присосётся, прям страшно было. Я помню, в детстве тоже бегали, и вот эти пиявки присосывались. Нет. А это вот специально выращенные. Есть специальные технологии. Когда берут нашу русскую пиявку, смешивают её с восточной пиявкой, у которой на животе такие зелёные пятнышки, как горок такой. А вот те злые, те очень злые, наши русские, как всегда, они такие более добрые, более щадящие. Вот. Пиявки бывают разные. Бывают крупные, бывают мелкие, бывают средние и так далее. То есть бывают, вот самые маленькие, их хорошо ставят, как косметические пиявки используют. Там вокруг глаз, там как подтяжку кожи на лице имеется в виду. А более крупные, они идут на те места, где, наоборот, нужно добиться быстрого выхода, ну, застойной крови, чтобы она вышла. Вот. Тогда используют более крупные пиявки. Ну, вот так вот. При геморроях использовать лучше среднюю пиявку. Ну, это лучше делать в клинике. Кстати, геморрой шикарно лечится герудотерапией. Вот это то, что перевязывают узлы, это только вам перевязали узел. Проблема вся осталась. А проблема какая может быть? Могут быть инфекции, может быть глисты в чистом виде. Вот. Поэтому нужно выяснить, что, чего и как. Пролечиться можно травами, можно препаратами. Посмотреть, уходит геморрой, не уходит. Можно свечи специальные делают сейчас и на травах, и с прополисом. Всякие есть свечи. Вот. И пиявки в том числе. Всё работает. Вот. Поэтому смотрите нас. Плохого не посоветуем. Расскажем всё, как надо делать. И до новых встреч. А с вами была Ирина Витальевна Стефановская на канале Умный Охот. До свидания. Здоровья всем. Субтитры создавал DimaTorzok